Единизованные остатки, причем удаленные, позволяют лучше оценить выбросы. Почему удаленные? Потому что они оцениваются для ситуации, когда каждый соответствующий выброс изъят из модели, и оценивается отклонение. Запускаем и получаем. Пока что получаем ту же модель, но еще мы получаем новую переменную, в которой мы видим, по каким профилям есть большие отклонения. Большие – это значит больше двух по модулю. Например, этот профиль очень плохо предсказывается моделью. Дальше идея очень проста. Исключить временно, то есть сделать unselected, все профили, которые плохо предсказываются моделью. Для этого мы можем использовать опцию Data Select Cases. Мы уже подготовили синтакс для этого. В этом синтаксе предусмотрено кодирование миссингов, если такие имеются, в переменной с остатками. Также предусмотрена, собственно говоря, команда, чтобы выделенными остались только наблюдения, удовлетворяющие этому условию. Больше минус двух и меньше двух по студенизированным остаткам. И также вспомогательная команда, вывод частот, сколько, соответственно, у нас в модели предсказанных респондентов. Исходно у нас 2330 респондентов. Также обращу ваше внимание, что для команды Backward мы устанавливаем уровень исключения перемены 0,05. По умолчанию стоит 0,1. Это нужно для того, чтобы оставшиеся предикторы все имели significance 0,05 или меньше. Итак, запускаем. Мы видим, что каждый шаг запуска регрессии оставил свой след в виде переменной со студенизированными остатками. Появилась переменная в фильтр, по которой на каждом шаге происходит отбраковывание все новых и новых респондентов. Каковы результаты каждого шага? Мы можем увидеть в output. Собственно говоря, исходный шаг, те самые 0,08. Дальше, через несколько шагов уже в два раза выше R2. Еще через несколько шагов. И вот мы уже подбираемся к концу.